Добрый день! Так приятно видеть знакомые лица и быть здесь. Говоря об опухолях и опухолеподобных состояниях, богатых гигантскими клетками, мы должны понимать, что это обширная группа, в которую входят как доброкачественные опухоли, так и опухоли с высоко злокачественным потенциалом и вообще не опухоли, а реактивные процессы. Проблема в том, что они выглядят зачастую абсолютно одинаково. Как вы можете видеть, это поле мелких клеток, посреди которых находятся гигантские клетки, кое-где есть кровоизлияние и ничего особенного. То есть, глядя на маленький материал, маленький трепан-биоптат, патолог может быть просто в ужасе, потому что понимается на ошибке. Что это может быть? Может быть, это что-то очевидное. Может быть, это что-то неожиданное. Возможно, это что-то очень безобидное, но также это может быть что-то весьма агрессивное. Поэтому основная мысль, которую я хотела бы сегодня донести, это то, что патолог не должен брать на себя такую ответственность. Мы должны работать в мультидисциплинарной команде. Мы не можем поставить свой диагноз без участия лучевого диагноста, без помощи клиницистов, иначе это просто превращается в художественное гадание на стекле. Возглавляет дифференциально-диагностический топ-лист гигантоклеточная опухоль костей, которая является собой доброкачественную, но локально агрессивную первичную опухоль, которая состоит из моноцидоидных клеток, вот этих вот маленьких синеньких клеточек, среди которых равномерно распределены многоядерные гигантские остеокластоподобные клетки. То есть, как вы видите, абсолютно не специфическая картина, никаких моментов, которые могут зацепить глаз патолога, здесь нет. То есть вся та же самая история, что и была бы до этого. Классификация ВОЗ определяет гигантоклеточную опухоль как опухоль с пограниченной, с злокачественным потенциалом, в силу того, что она локально агрессивная и в редких случаях может метастазировать. Составляет около 6% всех опухолей костей и около 20% первичных доброкачественных опухолей. Как правило, пациенты – это взрослые люди. И область поражения – это эпифиз и эпиметафиз, как правило. В подавляющем большинстве случаев выявляется драйверная мутация в гистонии H3F3A. Несколько чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Излюбленная локализация – это область сустава, то есть дистальный эпифиз бедренной кости, проксимальный эпифиз большеберцовой и малоберцовой кости. Также поражает лучевую кость. Если гигантоклеточная опухоль располагается в позвонке, то она поражает, как правило, тело позвонка. Следует отметить, что опухолевым субстратом для этой нозологии являются моноцитуидные клетки. Именно они экспрессируют легант ранг, который, соединяясь с рецептором, стимулирует формирование остеокластоподобных гигантских клеток. И, собственно, вот это звено патогенеза является точкой приложения моноклональных антител, в частности, деносумаба. У нас есть слайд гигантоклеточной опухоли пациента, который с 2016 года получал монотерапию деносумаба. И, как мы видим, нет ни моноцитойных клеток, ни гигантских клеток. И большая часть опухоли замещена фиброзом, и мы видим только фибробласты. Рентгенологический, как правило, это большой литический очаг, расположенный интермедулярно, эксцентрично, с экспансивным типом роста, имеющий склеротические границы и тенденцию к распространению субхондральной пластинки. Вот как мы видим на МРТ, например. Способный локально рецидивировать в почти четверти случаев. Способный метастазировать, как правило, в легкие, как правило, после предшествующих кюритажей, либо патологических переломов. И способный к саркоматозной трансформации, как денова, так и после облучения. И вот как наши коллеги в прошлом году нам докладывали, есть редкие случаи саркоматозной трансформации после лечения деносумаба. И, резюмируя, ключевые диагностические позиции, которые позволяют при такой неспецифической картине прийти к заключению, что это гигантоклеточная опухоль. Это, как правило, взрослый пациент, длинные трубчатые кости, эпифис, эпиметафис. Гистологически мы видим равномерное распределение остеокластоподобных гигантских клеток среди моноцитойдных. И цитологически ядра моноцитойдных клеток и ядра многоядерных гигантских клеток, они схожи. Также сейчас появилось новое антитело, к сожалению, у нас нет в нашей лаборатории опыта использования его. Это G34W, который с высокой степенью чувствительности и специфичности экспрессируется в моноцитойдных клетках как в злокачественной, так и в доброкачественной гигантоклеточной опухоли. И позволяет дифференцировать ее от каких-то других состояний, которые мимикрируют под нее. Еще одна позиция – это невризмальная костная киста, которая представляет собой доброкачественную деструктивную опухоль, состоящую из полостей, наполненных кровью, с соединительно-тканными перегородками, в которых находятся многоядерные гигантские клетки. Вот они. И также остеоид. Это доброкачественная опухоль нечасто встречается, около 1%. Как правило, встречается у молодых пациентов и располагается в метафизе длинных трубчатых костей. При поражении позвоночника занимает задние отделы задней части позвонка. Рентгенологический – это литический очаг с тонкими перегородками, экспансивным типом роста, эксцентричный. И, как я вам показывала, вот этот остеоид, он выглядит как скорлупа реактивной кости. На МРТ мы можем увидеть множественные кисты с септами и с уровнями жидкости. Существует небольшая проблема, ну, вообще, не сказать, что бы небольшая, а достаточно существенная. Когда невризмальная костная киста имеет солидный вариант строения, ее очень сложно гистологически отличить от гигантоклеточной опухоли. В этом нам может помочь флуоресцентная гибридизация инситу, так как мы знаем, что для невризмальной костной кисты характерна реаранжировка в гене USP-6. И это может быть полезно. Что такое? Прошу прощения. Следующая нозологическая единица, о которой я хотела бы вам рассказать, это хондробластома. Гистологически она также выглядит как доброкачественная опухоль, которая состоит из хондробластов. Поражает она эпифиз незрелых длинных трубчатых костей. И чаще встречается у молодых пациентов в области коленного сустава и часто поражает максимальный эпифиз плечевой кости. Что может помочь патологу все-таки не перепутать ее с другими образованиями, богатыми гигантскими клетками? Это особенности моноциттоидных клеток. Они отличаются тем, что имеют бобовидное ядро с продольной бороздкой, окрашиваются С100 и СОКС-10 и имеют характерное обозвестление хондроидного матрикса в виде сеток, в виде чекинга. Располагается, как правило, интермедулярно, может быть эксцентрично, также и центрально. И мы можем увидеть рассеянные кальцификаты за счет вот этого жесткого обозвестления хондроидного матрикса. Так выглядит рентгенологическая картина. Резюмируя, для хондробластомы мы ожидаем поражения эпифиза незрелой кости, цитологические отличия ядер в многоядерных гигантских клетках от одноядерных клеток, характерное обозвестление хондроидного матрикса. Еще одна нозологическая единица, которая может имитировать любое из этих состояний, вышеперечисленных, это неосифицирующая фиброма. Это доброкачественная опухоль, которая состоит из фибробластов, остеокластоподобных гигантских клеток. Гистологически ее невозможно отличить от доброкачественной фиброзной гистиоцитомы. Отличается на ней клиника рентгенологически за счет характерной локализации. Для доброкачественной фиброзной гистиоцитомы характерно поражение неметафизарных участков длинных костей и костей таза. Но, как вы видите, картина, собственно, большой специфичностью не обладает. Мы также видим мелкие клетки, которые складываются в муаровый рисунок, среди них разбросанные стеокластоподобные гигантские клетки. Можно увидеть поля, можно увидеть отдельно группы. Вот эти просветления – это пенистая макрофагия, например. Есть кровоизлияние, отложение гемосидерина, ну, в общем, какого-то специфического признака. Вы здесь не сможете найти, скорее всего. Большинство неосифицирующих фибром протекают бессимптомно, являются случайными находками, подвергаются спонтанному разрешению, и они очень часто вызывают переломы, патологические переломы у детей. Как правило, это метафиз длинных трубчатых костей, эксцентрично расположенная, дольчатая, с хорошо очерченным склеротическим ободком. Может быть множественное поражение. Хотелось бы сказать, что в данный момент мы работаем по классификации ВОЗ 2013 года, но мы ожидаем в конце этого года или в начале следующего новую обновленную классификацию, в которой будут некоторые изменения. В частности, то, что мы называли ранее гигантоклеточным поражением мелких костей, выяснилось, что и существует схожая поломка в гене USP6, и теперь эта нозологическая единица будет относиться к солидному варианту аневризмальной костной кисты. А центральное гигантоклеточное поражение челюстей выделили в новую нозологическую единицу, которая называется центральное гигантоклеточное поражение. Это редкое опухолеподобное состояние, для которого характерно разрастание фиброзной ткани с короизлияниями, депозитами, также гемосидерина, многоядерными гигантскими клетками и реактивным костеобразованием. Чаще встречается у молодых пациентов, у женщин несколько чаще, чем у мужчин. Может быть спорадически множественное поражение, может быть связано с гиперпаратериозом, хирургизмом, синдромом. Также может протекать как бессимптомно, так и сопровождаться симптоматикой. Гистологическая картина, опять-таки, она не обладает какой-то специфичностью. То есть, вот, пожалуйста, гигантские многоядерные клетки розовые. Здесь есть астеоид, кровоизлияние, и мелкие клетки, и, собственно, ничего другого. Нельзя не упомянуть о бурой опухоли, раз уж мы говорим о гигантоклеточных поражениях костей. Это также не опухолевый процесс, является следствием гиперпаратериоза, морфологически сходно как с центральным поражением, так, в принципе, и с любым другим поражением, богатым гигантскими клетками. И нужно помнить о том, что если мы встречаемся с множественным поражением, нужно помнить о гиперпаратериозе. Вот, пожалуйста, это он. Здесь мы видим множественное поражение костей. Ну и самая злокачественная опухоль из перечисленных здесь – это остеосаркома, богатая гигантскими клетками. Это подтип остеосаркома классического типа. Характеризуется небольшим количеством остеоида, обилием гигантских многоядерных остеокластоподобных клеток и выраженной АТП. Ну вот представься, если патолог видит вот такой трепанбиоптат. Ну вот, если бы, ну, если здесь бы не было, допустим, патологических метозов, выраженной АТП, полиморфизма и гиперхромных ядер, ну вот думай о чем хочешь на самом деле. Ну, здесь, к счастью, есть межклеточный кружевной остеоид, который помогает подтвердить диагноз остеосаркома. Рентгенологически остеосаркома часто поражает метафиз длинных трубчатых костей. Это всегда деструктивное образование. Очень часто есть мягкотканный компонент. И может быть облаковидная остеоид за счет отложения от этого остеоида. И вот говоря о возрастской классификации, хотелось бы сказать, что многие считают, что эта книга написана и используется только для патологов, и никому она больше не нужна. На самом деле это не так. Она для любого специалиста, который работает в онкологии. Поэтому рекомендуем всем приобрести, любить и читать эту новую книгу, которую мы все ждем. Благодарю, серьезно благодарю за помощь в презентации Елены Александровны Туркевич и наших коллег из лучевой диагностики Владимира Гридасова, Павла Ивановича Крожевицкого. Спасибо за внимание. Спасибо большое за доклад. Коллеги, есть ли желание задать вопросы? Да, пожалуйста. Спасибо большое. Вы морфолог, мне Георгий Иванович подсказал. У меня вопрос, как к морфологу. Классификации опять же меняются. Вы, как морфолог, имеете сегодня данные, описали разные опухолевые, доброкачественные образования с местным ростом, гигантоклеточные опухоли, аневризмальные кисты и так далее. Вы ничего не сказали, здесь же онкологи. Всех интересует, я думаю, аудиторию, интересует вопрос степени риска моргенизации той или иной морфологической формы. Лет 30 назад существовала такая таблица, какая из опухолей, фиброзная дисплазия, гигантоклеточная, в каком случае может моргенизироваться и измениться на какой-то декаде роста человека. Располагаете вы сегодня данными вот такой же таблицы, но уже продуманной с позиции новых классификаций, которые вот вы сейчас... Спасибо большое за вопрос. Правильно ли я поняла, что вы спрашиваете о том, есть ли статистика о том, как часто гигантоклеточная опухоль, доброкачественная, трансформируется в злокачественную? Да, и гигантоклеточная в том числе. И гигантоклеточная в том числе. Спасибо. Ну, да, такая информация есть. К сожалению, боюсь, что я вот прямо сейчас не смогу привести вам цифры. Понятное дело, что этот вопрос изучается в силу того, что появилась таргетная терапия для гигантоклеточных опухолей, и ее облучают. И появилась информация, есть некоторая статистика о том, что это может драматическим образом влиять на способность к озлокачествлению первично доброкачественной гигантоклеточной опухоли. Прямо какие-то конкретные цифры, боюсь, что я сейчас не смогу назвать. Но я думаю, что в новый возраст классификации там уже накопилось достаточно большое количество новой статистики, плюс большое количество данных генетических исследований. Я думаю, что мы, наверное, самую новую и последнюю информацию сможем найти там. И я думаю, что это будет достаточно скоро. То есть обещают ее в конце 2019 года. Почему я задал этот вопрос? Мы сталкиваемся, в том числе клиницисты, хирурги сталкиваются с тем, что если есть угроза патологического перелома, если есть минус 50% кости, рекомендуется в превентивных целях оперировать пациентов. Но это одно. Существуют такие случаи, когда выявляется случайно, то есть регионологическая находка, анатомически незначимая зона. Что с этим образованием делать? Его оперировать? Или же ждать мальгенизации? Или же вообще просто динамически наблюдать? Вот мне кажется, назрела абсолютно сегодня такая работа, в том числе, может быть, и в Питере научной, или где-то угодно. Но вот по вопросу вторичных мальгенизаций, доброкачественных образований, современный взгляд на эту тему. Спасибо. Вы знаете, несколько недель назад мы имели счастье общаться с профессором Питером Нильсоном. У него большой опыт именно онкологических поражений костной ткани. И вы знаете, он говорил о том, что хирурги в их учреждении, говоря о гигантоклеточной опухоли, он в качестве лечения в первую очередь упоминал резекцию НБЛОК. То есть я думаю, что то, о чем вы говорите, это, наверное, такая мысль, которая сейчас терзает многие умы. То есть, может быть, тем более, как мы знаем, что она может начать метастазировать после множественных кюритажей. То есть, может быть, действительно в этом... Ну, я как бы не компетентно рассуждать, но я слышала от многих людей, в том числе от Питера Нильсона, что резекция НБЛОК как способ лечения. Хотя, казалось бы, доброкачественная опухоль. Спорно. Спасибо. Спасибо. Next questions. I had some comment on the Dina. Thank you for the citing my book, The Table. And for your question about the grading and stage on the subaggressive bone trumors, such as the giant tumor a pretty long, long time ago, our greatest surgeon, Anne King, described that some of the stage on the giant tumor. However, basically, histologically, there is no other criteria to follow in that kind of grading or staging system in the clinically. In the clinically, and however, pathologically, only we can say this is a giant tumor, not aggressive. It depends on the radiographed and the surgeon you are. And then the other thing is about so many giant cell regions we can see in the bone tumors areas. And then only one thing we have to do that is that this is a giant cell tumor or a giant cell which other tumors, such as aneurysmal bones, giant cell reparative, granuloma, chondroblast, all the such as brown cell and the giant cells. So we have to do differentiate these giant cells or not. It's very important. or other and different ophthalates. It's a different thing. Just a little bit. Just a little bit. Just a little bit. как мульти дисциплинарная комиссия не могли бы мне сказать как у вас в институте организованная мульти дисциплинарной комиссии приглашается ли патоморфолог и на каком уровне на амбулаторном уровне или уже стационаре обсуждается пациент спасибо спасибо большое но я думаю что лучше меня может рассказать доктор зиновьев как организатор и да да идейный руководитель четвертый год у нас уже существует церковная группа на которой все опухоли костей диагностируются исключительно в мульти дисциплинарной команде в которую входит лучевой диагност хирург и патоморфолог и не так давно уже ну несколько месяцев мы нечто подобное проводим для диагностики мягкотканных образований поэтому в нашем учреждении это действительно работает просто что чтобы они Продолжение следует...